Девушки отдыхают Проект группы «Что делать?» Под названием «Приграничный мюзикл» Я хочу пригласить сюда авторов-создателей Дмитрия Веленский и Ольга Егорова Которые представят свой фильм А обсуждение у нас будет просто фильм Дорогие друзья, мы счастливы видеть вас В этом прекрасном зале, в котором мы снимали Наш первый зонтшпиль «Перестройка» Вот здесь все происходило Мы были ужасно счастливы Вот Ну и сейчас мы тоже счастливы Мы всегда счастливы И будем И будем И еще счастливее, когда станем обсуждать наш фильм Потому что очень надеемся, что Будет какая-то дискуссия Ну я тоже от себя хотел добавить, что большое спасибо этому месту Потому что мы провели действительно очень много таких творческих минут на студии Этой студии, потому что мы здесь сняли уже два фильма И помимо этого у нас установились такие очень хорошие, дружеские, профессиональные отношения со многими людьми, которые здесь работают и которые здесь присутствуют Которые потом, может быть, тоже как-то выскажутся и присоединятся в дискуссии В двух словах истории этого фильма То есть, собственно говоря, он продолжает развитие нашей линии обращения к традиции мюзиклов И то, во что она вывелась Я надеюсь, что часть из вас видела наши предыдущие фильмы Если не видела, вы сможете увидеть их в сети И сегодня вот мы действительно показываем наше последнее произведение Премьера которого международная была в Норвеге На фестивале «Барен спектакль» К сожалению, в силу различного рода обстоятельств И финансовых, и личных Норвежские продюсеры и организаторы не смогли сегодня к нам приехать Но они мысленно с нами, и мы им тоже очень-очень благодарны За возможность реализовать эту работу Так что спасибо, фильм длится 50 минут После этого мы будем открыты как-то обсуждать фильм По свежим каким-то впечатлениям Так что хорошего вам просмотра Мы шахтеры твоего сердца Мы копаем руду твоей души Мы выдаем на гора из твоих глубин Песни твои, Таня Вы только призраки великого труда С меня довольна Хватит, уезжаю Куда ты собралась? В Норвегию В страну, где каждый сейчас Кому ты там нужна? Вы видите, шахтеры, как я счастлива без вас А как твой сын? Там нет насилия над личностью Отец и сын равны между собой Я счастлива, что еду я домой В Норвегию, где каждый счастлив Ещё вернёшься к нам Я счастлива, Таня И сын её тоже Отец и сын равны И он обязательно станет иктор! НОСК НОРМАН! ЭКТА НОСК НОРМАН! ЧТО ДЕЛЕТЕ, ДЕЛЕТЕ, ЧТО? САМФЮНЕ КОМЕ РИТ. САМФЮНЕ ТАР АНСВАР. САМФЮНЕ ТАР АНСВАР? САМФЮНЕ ТАР АНСВАР. 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 ОКРЕН АНСВАР. Артем Игнатов работает. А Саша, не пришла ли Вам свою? САМФЮНЕ ТАР АМСФЮНЕ ВЕСКЛЯ ОООООООООООООООООООООООООООООỚИ! У начала кулру, т.к. filing, Seoul Сканировоeme подключить после homos. Я даже, собственно говоря, мы можем рассказывать, собственно говоря, часами, потому что работа над фильмом заняла практически два года, но можем и не рассказывать. Поэтому, собственно, тут вопрос такой, что вы хотите узнать больше про этот фильм или какие-то непосредственные реакции, так что, если есть такое желание, то высказывайте. Ну, вы знаете, конечно, нас многие спрашивают, то есть, в принципе, на самом деле мы, конечно, шли... Ты хочешь что-то сказать про реальность? Ну, на каком-то краю плитва, потому что даже какие-то близкие люди вдруг не с того ни сего начали вдруг обвинять, что это какая-то путинская пропаганда, что вообще довольно смешное обвинение, потому что, как показано российской ситуацией, тут довольно все однозначно. Вот. С другой стороны, конечно, это довольно жесткая критика определенного производства субъективности такого... Ну, это, собственно говоря, чтобы упростить вещи, собственно говоря, фильм сделан в традиции критики такой фашизоидной репрессивности европейской цивилизации, которая, собственно говоря, там есть, и мы ничего нового тут не открывали. Мы просто, как художники, нам хотелось это показать по-своему и через призму очень конкретных конфликтов, поэтому, когда спрашивают, то, что взят кейс в случае русской матери, это как бы насколько типично, ну, мы всегда отвечаем, вот вам из-за кейсов, которые к России не имеют никакого отношения, которые там порождали грандиозные международные скандалы, как между Норвегией и Индией. И просто истории жуткие, страшные, и как с ними жить, ну, сделаны из презумпции добра очевидного. То есть, на самом деле, история, хотя и не настоящая, она очень типическая, их очень много, мы с этим сталкивались, когда мы приехали, на самом деле, мы решили сделать фильм про Норвегию, про границу между Россией и Норвегией. Приехали в Норвегию изучать эту страну, и оказалось, что это, в принципе, такой рай на земле, там все хорошо, но вот что-то понятно, что не совсем хорошо. Мы стали копать, 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 и вдруг выяснили, а на самом деле они очень не любят говорить об этих иностранных материалах, у которых действительно отнимают детей. Это как-то так скрыто, это, ну, ну, пока ты не спросишь, тебе не скажут. Но на самом деле, почему это происходит? Они совершенно не хотят делать плохо, они действительно хотят делать хорошо, но как, ну, и тут как раз проявляется разность наших культур. То, что для нас хорошо, для норвежцев оказывается плохо, а то, что для норвежцев хорошо, для нас оказывается тоже не очень хорошо. На самом деле, мы хотели сделать фильм про границу, и мы сделали фильм именно про границу между нами. Потому что, понимаете, Таня, она родилась и жила в Никеле, и вот шахтеры поют про Никеле, и это место, в котором ни одна нормальная мать не хочет растить своего ребенка. И потому что она очень сильно хотела уехать из Никеля в Норвегию, именно поэтому она отдает своего ребенка, потому что она решила, что он должен стать норвежцем, потому что она решила, ну, просто, к примеру, подарить ему 10 лет жизни. Потому что норвежцы живут на 10 лет больше, чем на 20, давайте вам поправляем, на 20 лет. Нет, про них, ну, я слышала, что там вообще будет 50 лет, наверное, предел мужского. Ой, предел большинства шахтеров, хожу еще в городе Никель, это 50-51 год. Я скоро умру. Тихо, ты не в Никеле, мой. А в норвежских семьях такие классные, да? Конечно. В норвежских семьях это тоже бывает. Да, я скажу просто. На самом деле, это сейчас действительно, и почему, собственно говоря, для художников очень интересно работать, ну, с такими довольно обсуждаемыми темами. Конечно, в Наблиге тема обсуждается, более того, там делаются телесериалы, как вот сейчас пытающиеся, потому что действительно процент перемещенных детей вот в северных странах наиболее высокий. Можно спекулировать, я не знаю, есть ли здесь социологи в зале о том, что, может быть, это последствия, ну, это страны с высоким уровнем алкоголизма. И понятно, что у семьях алкоголиков насилие, конечно, наверняка на детьми очень больше, надо что-то делать. Но дальше запускается какой-то очень странный механизм, который даже с точки зрения западной демократии прозрачности остается очень интересным, потому что он непонятный. Это все, вот мы хотели работать с материалами судебных дел, то есть мы запросили материалов судебных дел. Пожалуйста, вот адвокат, защита, причины, расскажите, пожалуйста, что происходит. Все дела закрыты. Ни одного кейса, это нарушение правити. То есть, собственно, вот этот самый знаменитый международный скандал с индийской семьей очень высокого профессионала, айтишника, инженера в Норвегии, когда у него отняли двух маленьких детей, разлучил брата и сестру в разные семьи, там один и три года, при том, что он не был ни гражданин, ни кем, он просто приехал по работе. Вот. Это, собственно говоря, случай, когда норвежская сторона отказалась от всяких комментариев. Как, собственно говоря, и фильме, по совокупности и причинам. Что это? Да нет, это очень просто. Это как бы просто совершенно точная ситуация, когда до конца 70-х годов в норвежской полиции работали люди, сотрудничавшие с нацистами. И, несомненно, это совсем недавняя история общества, которая с трудом с этим справляется, потому что прошло очень много времени. И я думаю, что то, как убедительно удается норвежским актерам играть вот это, как бы, такую радость общественную, это, конечно, просто из недавнего исторического прошлого Норвега. Я должна сказать, что мы, безусловно, с самого начала стали обсуждать с норвежскими актерами, что они об этом думают. И для них это было, ну, каким-то таким толчком для такого нового осмысления ситуации. Они говорят, а действительно обидеться так, но об этом никогда не было. Насколько языковой барьер задал рисунок роля? Да. Потому что чувствуется, как бы, такая, как бы, очень уместная напряженность. Такая театральная искусственность, которая, мне кажется, была уместна. Но вот насколько это было антрификсировано? Давай, давай. Ты антрификсировал. Ты раздражал. Нет, это было самое сложное и самое страшное у меня, потому что каждый день начинался с панического ужаса. В голове крутится, там, что ли все завидеться, что его такое. Ты бежишь, как ты, наверное, понять, что это. Но в некоторых местах мы обязательно потеряли фразу до упора, потому что она должна была прозвучать очень убедительно. Но в некоторых просто так совпало. Вот забыла я текст. И тогда, прямо вот в этом месте, пока я его не вспомнила, и вращая глазами, в общем, было уместно. То есть по-разному было, но с текстом это было самым, тоже, для меня, сложным. Потому что в итоге получилась очень органическая игра, работающая вот на идею языкового барьера, на разницу культурную. Нам будет совершенно реальный языковой барьер. Поздравляю. Нам очень хотелось как раз дать вот эту ситуацию, что она чужая. И когда она падает, они смеются, она падает вне стеснили. Мне кажется, очень хорошо, очень удачно было. Да, да. Вам дать микрофон? Привлечите. Почему он с приятелем выяснял отношения? Это просто разность культур, потому что они действительно... Нет, ну вы знаете, собственно говоря, то, что вы видели, этот фильм, собственно говоря, имеет довольно условное отношение к реальности, это конструкция. Вот вопрос, скорее, уместен, почему мы создали такую конструкцию, насколько она психологически, исторически, социально мотивирована, и что мы ей хотим сказать. У меня замечательный муж, но он несколько растерянный, и он действительно испугался, я так понимаю, в этой ситуации. Персонаж моего мужа. Так что как бы, почему он к другу-то, собственно, отправился. Ему было очень не по себе в этой ситуации, он очень хотел, чтобы за него кто-то принял решение, а там оно все само покатилось. Вот так мне эта ситуация, представляю, примерно. А где вы находили актеров? Это театральные актеры? Что ж нам? Это театральные актеры? Все? Да, нам ужасно повезло, потому что мы снимали в Тромсу, и как раз в этот момент, когда мы приехали на кастинг, то у нас есть прекрасный театр, музыкальный театр, и как раз они тогда поставили отверженных. И приехали прекрасные актеры со всей Норвегии, и все они были перед нами, мы их отобрали, кого хотели. А наш, между прочим, муж, он был победителем Евровидения, но он был представителем Норвегии на Евровидении в 2002-м, кажется, да, году. Но это просто такая деталь, мне очень нравится. А вы норвежцам показывали? Да, мы показывали это норвежцам, и вы знаете, они отреагировали, они на самом деле ужасно хотели, чтобы их критиковали, потому что они хотят быть лучше. Это свойство нации. И сейчас вот то, что делает меня чрезвычайно гордой, они решили показывать этот фильм вот в этом месте, на севере, там, где проходит обучение инспекторы органов опеки, они теперь собираются показывать наш фильм, представляете? Вот это то, что, мне кажется, не зря. А почему в конструкции фильма нет ребенка? Ну, это такое, по-моему, вполне классическое опущение чего-то очень важного. Ну, собственно говоря, что-то, что присутствует в закатах. Мы не знаем, может, он действительно невероятный подонок, что вполне очень может быть, как многие российские подростки. И не потому что они российские, а потому что они подростки. Потому что их переместили в какое-то непонятное, нехорошее место, где они ничего не понимают. И, собственно говоря, винить за этим нельзя. Но то, что он, может быть, не вносим, может быть... А может быть, он ангел, мы тоже этого не знаем. Он просто курит и немножко стрессует, и снимает стресс, дерется. Чтобы он участвовал. Вот. Витата, ты хотела спросить? Витата! Витата! Хотела бы поговорить. Я хотела сказать, что вы, наверное, вы бы сказали, что каждый раз по-разному, и нам не понять, кто здесь. Вот. Я думаю, что эта картинка как раз выразила, наша картина такая, что мы не понимаем их, или не понимаем нас, как раз вы. И в любом случае, на меня. Воспитание детей зависит от каждого человека, и каждый раз по-разному вырастают дети такие, какие они есть. Конечно, да, что у ребенка не было по-разному, что это как раз вывезли. Что он думает об этом. Для этих взрослых совершенно не важно, что думает этот ребенок. Вот что важно. Спасибо. Ну, на самом деле, у меня абсолютно схожа вопрос была. Хотя вы увидите, наверное, беседу матери, как она объясняет сыну, почему, в чем его плага от этого действия. Вы вот все равно, наверное, думали этот момент, но решить не показываете. А как между собой обсуждали, как вы представляли, как его можно сказать? Как мать объясняет сыну, зачем, почему, как в шестерномовом я не делаю? Ваше внимание, как вы это сказали? Знаете, на самом деле, это такая болезненная ситуация. Я думаю, вы представляете себе еще на месте ребенка, которому мать пытается это объяснить. Я вам честно скажу, когда мы писали сценарий, когда мы придумывали это, мне было так чудовищно жалко эту женщину и так чудовищно жалко этого мальчика. Я первый раз вообще в жизни переживала произведение искусства, которое я сама делаю, вот сама сейчас и думаю, так как бы вот очень лично. Вот. И представить себе еще на месте этого мальчика, как его, как она ему объясняет, это меня и дочери еще. Поэтому мы решили, знаете, вообще ограничиться, потому что вот эти вот отношения матери и ребенка мы решили оставить за скобками. А вот как бы этот социум, которым оказывает... На самом деле Аня, Таня, наша героиня, она сама как ребенок, который попал в мир, который очень хороший, но она это не понимает. Она старается за всех сил, за всех сил, за всех сил. Вот. Поэтому мы ребенка оставили за скобками. У меня два вопроса. Подожди, а просто, может быть, я оставлю? Я просто тут еще действительно такой очень важный политический, социальный фактор, что тоже для нас была очень большая проблема, что есть свидетельство минимальной, как я сказал, органов опеки, есть невероятные потоки всякой клюквы и правды, и чего угодно, собственно говоря, со стороны семьи и трагедии. Но благодаря вот этой тоже очень интересному закону о прайвисе, о частном, как бы, мире и защите прав ребенка нет свидетельств детей, нет с ними интервью, это все закрытая информация. То есть, понятное дело, что это можно художественно реконструировать в ту сторону, как, что вы хотите сказать, но вот это вот молчание вот ребенка, его отсутствие, при том, что он является главным, конечно же, как вы правильно заметили, субъектом фильма, это как бы очень знаковое. И вот мы очень часто работаем с этим фигурным молчанием, когда главное, собственно говоря, обсуждается, присутствует незримо, но в то же время оно не говорит, потому что общество совершенно его вытолкнуло, у него нет голоса в этой ситуации. Его не спрашивают, ты хочешь переместиться или не хочешь, тебя просто куда ты хочешь переместиться. Ты несовершеннолетний. Да-да. Мы там еще продолжаем. Я продолжаю. То есть, а что было, что с этими детьми потом происходило? Разные его детьми. На самом деле, вот единственное, что мне удалось вот лично отследить в исследовании, довольно высокий, повышенный уровень суицида, перемещенности мира. Это правда, но тоже очень сложно устоять, потому что никогда не можешь устоять из-за чего. Но вроде бы, понятна, категория детей отслеживается легко, факт суицида, собственно говоря, отследить легко, но причины могут быть разные. То есть, я бы не стал таких делать совсем в общении. Плюс еще действительно, масса проблем еще настолько свежая, что у нас нет фотографических баз, ну, там, исследований трех лет, ну, что вы можете на это сказать? Это может быть какое-то временное влияние какой-то готической группы, там, не знаю, кого было. Да, я бы сказал, ну, честно, чего-то по вопросу, да? У меня вот два вопроса. Один вопрос от моего сына, он хотел спросить схематичные декорации для сознательных, вот. И второй вопрос от меня. А вот, ну, вам как автор, кажется, что героиня все-таки, ну, несмотря на все стало, членом общественного обмежения, как-то она влилась в эту идиотически радостную семью, или все-таки она останется где-то на обочине, в обществе. Нет, ну, вообще вопрос-то к вам, конечно, как автор. Да, не лазь, нет вопроса. А вот я лично, как, вот, ну, если бы на кого-то, я бы, во-первых, так не поступила, серьезно. Я бы, я бы что-нибудь такое придумала, чтобы вернулся, ну, не в Никеля, никуда подальше вообще, и оттуда, и отсюда. И с кожи бы он бы вылезла, и пешком бы пошла, и песни бы пела, и зарабатывала, и, как бы, на кардионе по дороге, а сын бы плясал со шляпой вокруг. И мы бы так добрались до города Парижа, там бы нашли какую-нибудь франку, что-то, я не знаю. То есть я, по-существу, по-другому немножко эту ситуацию вижу. Ну, вы знаете, Таня, ну, не старание, вот, может быть, она в какой-то момент, ну, во всяком случае, себя сможет убедить в том, что она стала сама норвежской, что сын ее стала норвежцем. Она так очень хочет себя в этом убедить. Если так сильно хотеть, может, там что-то как-то у нее, ну, хотя бы на вид сделает, как-то, может быть, шуры какие-то такие оденет, чтобы себя не пугать, и чтобы, вот у меня все хорошо будет себя уговаривать, все у меня классно, все хорошо. Наверное, ты. Это же фильм про женщину, я понимаю, астроном, да? А как это дальше? Что же с ней дальше будет? Вы знаете, все такие вопросы, которые, все, такие вопросы, это не про женщину, герои играли. Мы не знаем, что с ней дальше будет. Вторая серия. Да, еще был вопрос про декорации, про декорацию, сыну отвечаем. Значит, мы действительно специально сделали такие условные декорации, мы всегда делаем условные декорации, потому что мы хотим показать. Это, в общем, конечно, поход, мы делаем такие конструкции, как такие маленькие кукольные театры. Все наши герои, они, в общем, такие герои типичные. Но такие, как типический герой, это значит, обыкновенный человек, но только чуть-чуть более, еще более обыкновенный, чем мы все. Немножко, немножко больше похоже на такую маску. Вот, и поэтому для нашего этого театра нужны такие очень условные декорации, чтобы никто не запутался, чтобы никто не подумал, вот она, настоящая реальность. Это не реальность, это конструкция реальности. Да, а кто там? А Володяков сначала. Да, подожди. Да. Ну, случайно, я не знаю, потому что вы сказали, что вы два года снимаете, но просто сама конструкция, то, как движется камера по декорации, это абсолютно фильм Уэс Андерсона, который открывал в прошлом году в Луганском фестивале про левство полной луны. Я имею в виду, что это, ну, как бы, бессознательное сопоединение, потому что как начинаешь вспомнить, у тебя идет дежавю, как будто ты видишь именно то, что происходит, когда мальчик уходит из семьи. Ну, что бы, ну, просто посмотрели. Попали, да. Не видели. Просто там именно, именно, это, это, вот, такого именно нет. Вик, слушай, мне кажется, мы существуем в таком очень специально-формальном мире, где вообще никакого движения камеры, изобрести которого бы не было уже, собственно говоря, нереально. На самом деле, камеры, которые движутся вот по таким вот лицам, они, наверное, есть в тысячи в мире. Нет, абсолютно есть. Ну, вот, вы здесь снимали перестройку, вот здесь, вот на этом уровне, я даже помню, была Алиса, вот здесь лежали рельсы, где все это вот так вот двигалось. А до этого, в 69-м году, это двигалось все вот так у Гадара, и еще у многих, как бы, людей. На самом деле, вопрос, как бы, композиции фильма гораздо более сложная сегодня вещь, чем какой-то простой формальный инноваций. Можно, да, вопросы были еще? Ой, ну, Миша, ты был, да, ага. Я хотел задать вопрос, на самом деле, почему-то все вот это касается этой проблемы. Есть еще вот эта параллельная проблема, да, которая существует там, скажем, в России, когда этих детей не забирают. Да? Да. 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 Что, будет продолжение какое-то? Да? Вратная сторона. Нет, ну, продолжение будет. Ну, понятно, да. Да. У меня, у меня, у меня, я как социолог, хочу сказать, что у вас прекрасный вокал в фильме. Да, это будет круто. Это будет наше. Здравствуйте. Я вот это велирую по социологу, я решила, что социологи обязаны поговорить вокал. Да, еще мне, что мне понравилось, это то, как вы действительно ухватили вот это вот интересное, что ли, схематично ухватили противоречие, в комплекте здесь сложности належку общества. То есть я жила в Новый год, работала в Новый год, и меня тоже поражало на то, что это такая очень открытая конфликция страна, да, при этом очень гордящаяся своим устоем, не желающая вносить ссоры за сбы в глобальном смысле, но готовая к критике на микроуровом. То есть вот есть какой-то такой интересный завес норвежской индейственской, что ли, да, который вам, мне кажется, в ваших схематах удалось как-то очень легко предстать. А вопрос у меня такой, рассматривали ли вы какие-нибудь другие истории, да, кроме, такой очень схематичной, яркой истории с ребенком, такой был, приграничные кирпичные сниги, а весьма с других, да, там, женская конституция, и так далее. То есть были ли у вас какие-то эти, какие-то интернативные границы, да, кроме-то границы, проходящие кирпичные кирпичные. Вы знаете, в двух словах, действительно, наркотики, мы очень много работаем на Западе, не потому, что мы как видим Запад, как мы помним из этого фильма, а по причине того, что в России работать с критическими какими-то ситуациями, позициями намного более сложно, но самое печальное, что и скучно. Вот, собственно говоря, более там, жесткие критики того, что происходит на русской стороне, собственно говоря, но вот в науке, как бы, мы сказали, в социологии это задача иного уровня, то есть критиковать путинизм в его открытой репрессивной форме, ну, открываешь каждый день там альтернативные новости, и все читаешь, и просто волосы встановятся дырну. А критика как бы вот этого европейского, как бы, репрессивного машина, она действительно очень сложная, к ней вот так вот просто вот не выйти. Там действительно требуется какое-то вот проникновение, собственно говоря, вот через эту тему нам удалось затронуть очень много вопросов, вот, и культурных различий, и псевдо, и реальных, и истории, и действительно, и языковых, потому что, на самом деле, вот, кто-то тут спрашивал, то есть, на самом деле, действительно, очень часто возникала просто здесь пародированная ситуация, когда очень много матерей, плохо говорящих по-нарвежски, идут в органы на набеги, а те просто понимают, то наоборот. Это абсолютно вот просто вот фильм и сделан. Вот. Ну, мы рассматривали другие истории, но выяснилось, что история раздела шельфа, который вот сейчас довольно обсуждается, там, экология. мы много встречались с Белоной, но в нашей какой-то ситуации, по-видимому, можно было это как-то выкручивать, но нам как-то привлекла эта вот идея, мы вот решили посмотреть так, и на самом деле, вот, по реакциям на армегии, по показам, то есть у нас действительно было очень, кстати, показ был прямо вот в Киркенессе, в Снежном кинотеатре, на барном спектакле, три раза в день, минус 25, была премьера, на которой был там весь бомонд, бомонд норвежского общества, от принца, а, ну, на улице посмотрели все, но была специальная премьера для спецгостей там, и вот это тоже очень интересно проследить, то есть, собственно говоря, в России очень простая реакция на критику, не нравится чего-то, так чего вы тут критикуете, валите отсюда в свою Норвегию, и там критикуете сколько хотите, а в Норвегии, вот даже очень многие люди, которые смотрели наш фильм до показа в Норвегии, говорили, боже мой, вас там убьют и выгонят, излишат, потому что, ну, это вообще непереносимо, вот, а выяснилось, что Норвегия действительно эту критику как-то очень интересно абсорбирует, то есть, мы тоже не знаем, на каком уровне это все пройдет, и может быть, действительно, фильм получит какое-то серьезное отторжение, но на самом деле в этом фильме еще есть какая-то универсализация ситуации, это не просто про Норвегию, Россию, это просто, действительно, про очень типический какой-то современный конфликт, который возникает, и мы не говорим, что мы знаем его решение, мы просто рассказываем, как трагически он может происходить, при том, что все хорошие по-своему, в общем-то. Сейчас, да, сейчас, проходила, Аня, скажи. Не, ну, просто говорили о незнании языка, и когда я заучила текст сегодня, то есть, я знаю по-норвежски все слова, которые у меня в сценарии, никаких других я не знаю, и вот там такая фраза, я из соуманги ори пуде, соумия инспирошон, пеньги и клипе и кивиктик. Я говорю, я вложила в них столько своей души, своего сердца, денег платили очень мало, но это не важно. И вот тут я произношу вместо я из соуманги ори пуде, я говорю, я из соуманги хорь пуде. И тут меня так деликатно поправляют, да, ты сейчас сказала, что ты вложила в них очень много своих волос. Это, наверное, не стоит. И вот по поводу непонимания, чуть-чуть что-то сдвинулось мне просто показалось интересно развить вот еще какую-то тему, которая пока не затрагивалась. Задать вопрос вам. То, что вы сделали ребенка фигурой умолчания, совершенно неожиданно акцентировало другую сторону характера главной героини, это то, что она художника. И художник вот в том мире, в котором вы показываете, в этом, наверное, есть момент тоже универсальности, он оказывается в принципе как бы изгоем, то есть, так скажем, условно говоря, в принципе в любом обществе. И вот эти вещи как раз мне показались очень ценными в вашем мюзикле, потому что, кстати говоря, вот ваша актриса как раз неожиданно в своем одном комментарии, вот в этот момент тоже акцентировала, что я бы поступила третьим образом, я бы отправилась по дороге, с ребенком и так далее и собирала бы милостыни, но тем не менее бы не осталось бы злее, то есть не осталось бы в репрессивной серде, ни в коем случае. И в связи я бы хотела спросить, неожиданно ли это получилось, или вы закладывали этот момент в сценарий, или это вот как бы неожиданно ли на самом деле нам действительно с самого начала казалось, что она должна быть человеком, ну таким нитильским интеллигентом, ну не то чтобы художником, а вот учительницей начальных классов, нам так казалось, но потом, когда мы встретили Аню, когда мы поняли, что именно Аня будет у нас играть роль главной нашей героини, тогда оказалось, что она не то, чтобы там просто начальных классов, а руководитель хора. И тогда как раз возник этот образ, как она, как плохо ей, так она сразу как радио, или хорошо душа поет, или страдает, она радио на руки, и это, в общем, ее душа. Ну, в общем, оказалось так, ты Женька правильно сказала, как-то неожиданно, я забыла даже об этом, что действительно она такая, художник. Ага. А как? А вы? А вы знаете, у меня был случай, меня дочь в городе Кисалонике укусила за копу. И после этого, просто от избытка чувств, и я сразу ей раз, это наша дочь здесь бегает, раз по заднице, один раз в жизни, и она потом долго ходила и спрашивала у меня, у людей, почему мама ударила ее по попе. И вот, на самом деле, это может быть причиной вот такого настоящего конфликта для норвежки. Если нормально как бы органы хортерки узнают, что я огрела ребенка по заднице, это может быть как бы... но мне кажется, что вот фильмы, не только этот фильм, вообще, вот вы говорите, что вот для вас, условно говоря, вот как для норвежца, как для любого нормального европейца, удар это проявление прямого насилия. А насилие же не обязательно бывает прямым. Бывают такие формы насилия, которые просто настолько нас прессуют и формируют нашу личность, которые вот так вот, как удар, просто вот не отсыдить. А удар может вообще не означать, ну, может означать ничего такого особенного. Ну, просто как какая-то эмоциональная вспышка и все. Другой стороны, может быть регулярно, но тут вот с вами с циолом не сидят. Вы можете это разбирать очень долго, что такое насилие в семье, как сложно его идентифицировать на самом деле. Да, да, мы совершенно твердо стоим на этих позициях. Ребенка нельзя ведь мы против этого. Вот как? Мне кажется, что родители кричат на детей и иногда даже поднимают руку только потому, что они сами не очень знают, что делать. И это есть везде и большинство подавляющее большинство хороших родителей сделав что-то такое, они сразу же об этом пожалеют и сразу же попытаются это объяснить. Вот эта наша ссора, которую я описываю девушкам на площади, она как раз обойна. Я очень разозрелась, у меня была реприкторная реакция, да, потом мы кричали, потом я ему крепила пощечину, а потом мы помирились, обнялись и плакали. И все у нас теперь будет хорошо, понимаете? Эта эмоциональная реакция, это не значит, что она плохая мать, которая ребенка своего не любит и бьет. Это значит, что она сама растерянная, она хочет ему помочь, себе помочь. и мне кажется, что такие вещи нормально, сильно могут происходить, но это просто от беспомощности в какие-то моменты. Взрослые, они тоже не все умеются с нами. Исправимся. Исправимся. Вот сейчас исправимся. Масса вопросов уже начинают расстаться на сандаки и персональные, личные. Там нас ждут небольшое количество напитков и небольшие закуски. И поэтому предлагаем закрыть в собственно говоря вечер. Последний вопрос. Последний. Да, можно? Да, конечно. Давайте, если хотите, все-таки принципиально. Принципиально. Мне кажется, не было ли желания поступить чуть более по-брыхтовски и сделать эту мать еще более радикально идиотически вовлеченный в этот норвежский проект, чтобы она не просто соглашалась, а чтобы она соглашалась с такой радостью, что она дает ребенка, чтобы вводить в момент вот такого катоксиса. и если бы это было, если бы это было, то как вы думаете, какая была бы реакция к Норвегии на вот таком порой сюжет? То есть убрать дравый смысл. То есть трясти к норвежу, то есть она включается в это абсолютное состояние и самозаклиния. Вы уезжали, вы думали об этом. Адумали оттуда? Оказалось, что это невозможно. Ты знаешь, если бы посмотреть по поводу брыхтовских смыслов, на самом деле как бы тут у нас еще очень важная тема, ну, ты берешь как бы одну такую овер-идентификацию, вот, давай, я там все дам, а мне кажется, что вот сейчас вот с этим работать вообще неинтересно, просто тотально неинтересно, а интересно именно работать, собственно говоря, поэтому сработали так, именно продолжать вот эту, развивать вот эту линию брыхтовской концепции жертвы, которая, собственно, присутствует у него в Язагере, в Человеке, Говорящем Да, в Меже, Тейке, в Промиру, когда, собственно говоря, мы показываем Человека, собственно говоря, он снова то есть вот выверяя то, что мы видим, то, что в этой ситуации, когда он соглашается, это не вот это вот там, о, как в дурную все полетело заново, это вообще неинтересно, а интересно показать вот эту тотальную слонку, и вот когда он оставляет кардиолог, когда он ходит и говорит, я сюда не вернусь, а там я уже мертв. И вот это для нас, вот это состояние трагедии, кажется гораздо более интересным, чем вот такой пункт леса, который сейчас творится в каких-то таких линиях развития проекта, которые вот мне не кажутся сейчас. Нет, она может быть жертвой через не о том, почему, встречается в жертве. Ты знаешь, мне кажется, что вот здесь она сыграла особо, мы показали именно особо жертву, она понимает, на что она идет, она понимает, за что идет, и она знает свою плату за это. Но она знает, что тот ужас, который будет на другой стороне границы, он, как бы, с ребенком не должен случиться. Вот, собственно, вопрос, где он не выплатит. Текенович, или это прикричит? Я даже не то что вопросов, хотел просто небольшое возмущение с вами высказать. Тут постоянно получают слова о репрессивности, фашизойности, о идеотичности норвежского общества. Я в Норвегии не жил. Ну, все, что, кстати, по поводу самоубийств, в Скандинавии вообще очень высокий уровень самоубийств, поэтому... Ну, дело в том, что вот репрессивное общество в России, на зоне для малолепых, где нельзя колбасу есть, потому что она на член похожих. После этого профессиональный статус просто теряется. Вот это репрессивное общество. Это первое. По поводу того, что там будет с человеком, который... Что будет с этой женщиной в Норвегии, никто не хочет интересовать, что будет с поросем как Петром, как буквально это с самимираж. как-то там устроиться или нет. Да, самое главное, мне кажется, мы как-то все дискутируем в... То есть, в такой системе, как наше, что вот есть личность, это хорошо, и личность воспитывают там родителей, и вот... Все такие уникальные. Вот в Норвегии люди считают, что... Что такое хороший человек, важно определить эксперта, который лучше всех знает. Дело в том, что это, ну, неправильный дискусс. Человек в любом случае воспитывается социумом. В любом случае, человеком не социумом вообще человеком не станет никаким. И весь вопрос в том, общество хочет свое влияние на ребенка как-то управлять этим, делать его действительно правильно. Или, как в России, оставим все на поток, родители работают по, там, 12 часов в день, все так же все время бухают и спят, и дети вырастают, потом упорно голосовальщики за Путина, родину и все такое. Да нет, это не поток, это как раз другая идеология. У меня последний вопрос, совсем. было ли искушение в такой микросоциологии, антопологическое исследование в этой жизни все-таки? Насколько сложно было балансировать между социологическим таким-то направлением и, собственно говоря, жанром, жанром и нудром? Потому что, если бы я писал, герой, конечно, делал бы все в опере, где 99% финалов начается смерть. Всех. Всех. Смерть всех. Чтобы уж совсем так шарахнуть. Мы всегда пытаемся наизировать, знаешь, этот мир. Это практически смерть, символически. Ну, символически. Вообще смерть, как мать. Нет, так же. Друзья, я чувствую, что нам нужно услышать прекрасную песню, с которой мы начинали. С которой, собственно, все началось. С которой, собственно говоря, вы, конечно, простите нас за попсовость, но вдохновение к этому фильму была песня Таня Бланова. песня Таня Бланова. Моя жизнь, цветная карта мира, Вся жизнь моя передо мной. Чтоб не сбылось, Данеси новым тирам, Все, что сбылось, Сложной жиротой. Только нет на горы цветы, Точно мата нет, Дети не пойдут, Но где же не найти ответа, Мира на горы цветы, И весь окрытся льдом. Я как тебя нашла с труда, И весь окрытся льдом. Вот моя жизнь, По сне нам все дороги, Правные лжи, Неразличие. Вот я стою, На травы юг тревоги, Там на краю гранили. О, я не плагать тебе, Точного ответа, Где теперь мой дом. Где не найти ответа, Мира на ответа, Весь окрытся льдом. Я сама себя нашла с труда, Ла-ля-ля-ля-ля, Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот моя жизнь, Но ты ее покинь, Как ты лежит, Ай-ма. Вот моя жизнь, холодный ветер в спину, Вся жизнь моя, и я сама. Только нет на карте точного ответа, Где теперь мой дом, Где мне найти ответа, мир на карте. Я сама себя нашла за рулем, Ла-ра-ра, 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 ла-ра-ра. Извините, пора. Спасибо, друзья. Мы готовы ответить на все ваши вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok